Привет, мои хорошие! Хочу поделиться с вами мнением о романе Анна Каренина, Льва Николаевича Толстого. Прошу строго не судить, я буду пользоваться вот такими листками, так скажем, своего рода небольшой конспект. Я всегда так делаю, когда читаю какое-то ёмкое произведение. Значит, я буду подглядывать и где-то даже временами читать, поэтому прошу не судить строго. Начинаем! Все смешалось в доме Облонских, там нереальный кипиш, там хозяин дома был улечен в измене. Степан Аркадьевич изменил своей жене матери пятерых своих детей с француженкой-гувернанткой. Жена в истерике, вся в слезах, говорит мужу, я к маме уеду, детей заберу, ты мне всю жизнь испортил. Степан все это послушал, послушал, устал от истерик жены, от ее слез и поехал в ресторан со своим другом Константином Дмитриевичем Левиным. А тот, в свою очередь, приехал из деревни в Москву, чтобы сделать предложение сестре жены Облонского, значит, Ките Щербаковой. Пацаны покушали, перетерлись за жизнь и Облонский поехал на вокзал, где из Санкт-Петербурга должна была приехать его сестра Анна Каренина. Он поехал встречать сестру, а она как раз ехала, чтобы помирить своего брата с семьей. Ну, значит, и если описывать внешность Анны Карениной, она хороша, она хороша, как Анжелина Джоли, вот так вот будем говорить. И, значит, и там же на вокзале, на перроне, встречает свою маму местный красавчик, такой, значит, местный Брэд Питт, одинокий бродяга любви. Это был Алексей Кириллович Вронский. Значит, Алексей и Анна встречаются глазами, и тут бац, 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 пошла любовь. Значит, а, вот, следи за мыслью сейчас. Китти влюблена во Вронского, поэтому отказывает Левину. Вронский влюблен в Анну, и поэтому отказывает Китти. Анна влюблена во Вронского, и поэтому отказывает мужу. Господи, о времена, о нравы. Муж ей такой говорит, Анне, если ты на развод подашь, я тебя размотаю в суде и сына себе оставлю, потому что я богатый чиновник, а ты никто. То, значит, в конце концов есть судебная практика, он всячески угрожает Анне и манипулирует сыном. Значит, ну, в тот момент уже Анна была беременна от Вронского, и так как беременность проходила очень сложно, роды были тяжелые, и в этот момент она думает, Анна, что она умирает, и просит прощения у мужа, и отказывается от Вронского. Нет, вы представляете, что у женщины в голове, какая баба непостоянная, в конец все запутала, крутила мужиками, как Якубович крутит барабан. В общем, Вронский успокоился, взял месяц передышки, значит, и через месяц заявляется, забирает Анну, забирает свою дочь, и ломится в тур по Европе, как Дима Билан после Евровидения. Значит, по возвращению в Москву наши влюбленные голубки понимают, что они не приняты обществом, они оказались не поняты обществом, и в тех домах, где раньше встречали их с открытым сердцем, с открытым дверью, эти двери уже для них закрыты. В общем, Анна это переживает очень тяжело, потому что она светская дама, так скажем, светская львица, по-нашему. Анна-то еще та штучка была. Ну, и в общем... Так, подождите, подождите, подождите. Я своими рассуждениями, я потеряла мысль, что тут я писала. И мне же это нужно все поэтапно рассказывать. А, да, вот-вот-вот. И тут у Анны начинается депрессия затяжная, она начинает все вот эти вот бабские штучки, бабские темы. Ты меня не любишь, там вот я тебе не нужна, ты холодный стал, как пельмени из магазина. Ну и все. В общем, эта вся бытовуха достает Вронского, он взрывается и в сердцах ей говорит, я уезжаю к маме в Петербург, я так больше не могу. И он уехал, Анна осталась одна. И тут Анна посидела такая, подумала, говорит, думает, его надо догнать. Она устремилась на вокзал. Все. И тут следующая глава, это, кстати, роман в восьми частях. И тут, значит, я вообще дальше не понимаю, что это произошло и что это вообще послужило причиной. Значит, Анна приезжает на вокзал, и тут ее вообще клинануло конкретно. Ее заклинило, замкнуло. Ей показалась своя жизнь вообще безысходностью. Ситуация показалась безвыходной. И представляете, что она делает? Анна бросается под поезд. Анна бросилась под поезд. Вот из-за этой боли, которая у нее была в сердце, от всех невысказанных обид, от какой-то вот своей непонятой бабской доли, она бросается под поезд, в свою очередь. Вронский возвращается в армию, едет на войну с турками. А Каренин, благородный мужчина Каренин, забирает дочь Вронского и Анны к себе и воспитывает как свою собственную. Вот если опустить весь этот любовный налет и так его, знаете, так вот сдуть его, фу, то это вот вообще весь сюжет данного романа. Роман интересен между собой. А, нет, 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 не весь сюжет. Левин же есть еще. Левин под шумок возвращается в Москву и повторно делает предложение Кити. Значит, Кити соглашается, куда и деваться. В принципе, она понимает, что с Вронским ей ничего не светит. У Вронского разбито сердце, у него есть дочь, и он сам не устроен в жизни. Значит, Кити и Левин, они женятся, свадебку сыграли и уехали жить в деревню, где жили припеваючи. Ну, конечно, вот у них были там какие-то шероховатости в отношениях. Ну, мне кажется, это вот с местных растений, да? Левин приход поймал с местных растений и там вот в середине книги начал искать смысл жизни. Ну, в общем, сейчас у них все нормально, сейчас они живут припеваючи. Как я увидела суть этого романа? В центре романа есть две параллельные линии. Значит, первая линия – это семейная жизнь Анны Карениной, и вторая линия – это жизнь Левина. Да, я все правильно сказала. Значит, они не пересекаются практически и иногда даже противоречат друг другу. А смысл в чем? Значит, замысел Льва Николаевича Толстого, он вот именно, вот как я это увидела, в пересечении двух судеб завуалировал главную идею, которую хочет донести до читателя, что нужно бросать к херам эту городскую, бездуховную, отвратительную жизнь и валить на землю к свежей кинзе и парному молоку. Вот. И, значит, я еще читала, естественно, отзывы кинокритиков, как он, книжных критиков того времени, и, значит, и этого времени. И, значит, в предисловии к американскому изданию Анны Карениной Томас Манн писал «Этот роман из жизни светского общества направлен против него». Об этом читателя также предупреждает библейский эпиграф. Так, я не уверена, что я сейчас правильно прочитаю. «Меня отмщение из азм воздаст». «Меня отмщение из азм воздаст». Значит, я что еще хочу добавить уже лично от себя, что роман написан гениально, что это одно из величайших произведений русской классической литературы и рекомендован к прочтению. Боже, вы станете богаче духовно. Рекомендован к прочтению. Дорогие мои, читайте, читайте, и вы будете умнее.